как только максимальный спазм он начинает как сумасшедший не потому что он начинает потому что мышцы в спазме находится он прыгает на ней контакта чуть меньше вот теперь плавно переходим к шейному отделу далее перейдем к грудному отделу область грудных мышц и область грудины и сочленение грудины и реберного и отработаем шейный отдел грудино-ключичную сосцевидную мышцу и подключичное пространство где тоже спазм что мешает наклоняться и запрокидывать голову вот так нет как тебе удобно это опасный человек очень можно пользоваться ваще массажист умеется тебя опасно это обижает можешь промыть дай-ка соседа не бойтесь меня приходить ко мне так это мы были да так это вы таскали мои плюшки да так это из-за вас у меня жжало в обоих ухах да нет мне честно говоря все равно кто учен люди же говорят везде и всюду по всему миру это же нормально что люди говорят передача такая была пусть говорят да по вечерам с другой стороны то есть это так называемая компенсация за счет того что здесь болела и выключилась это нагружалась и выключилась скромно тихо в этот момент прикольно снять лицо а ну что в слюни капает лицо которые трясется как в рифму не буду говорить а у меня щеки прижаты как там зрение трясется нет кстати может как раз мне на пол вот сейчас нос я вижу как мой нос трясется прикольные ощущения контактируем с поверхностью очень аккуратно здесь переход спинного мозга головной мозг поэтому нагрузка только на мышцы легкий контакт легкая вибрация спазмированные участки данный метод а капрессуры используются в такие моменты когда мы находимся на наибольшем спазме в шейном отделе с мышечной стороны вот мы встали на тот участок который наибольшим был ярко выражен он как не и также пучочек отрабатываем восходящие трапециевидные мышцы и пучок мышцы поднимающей лопатку который идет в затылочном бугром это очень важный момент, да, чтобы не перегрузить, чтобы не вызвать дополнительный спазм но при этом добиться своего результата все на уровне ощущений, ощущений ваших, ощущений оппонента, массируемого Алена, как соотношение мышц до и после, чувствуешь разницу? Хорошо сейчас, да Расслабление Расслабление Вот видите, можно разным способом расслабить тело женщины Не пугай ее игольчиками, да? Вот это да В прошлый раз ты к такому моменту не была готова, потому что был достаточно сильный спазм, да? Пистолет ходил просто ходунул, такое ощущение, что он сейчас просто пробьет тело Алена Как только максимальный спазм, он начинает так сумасшедший Не потому что он начинает, да, а потому что мышцы в спазме находятся Он прыгает на ней, да? Замечали, наверное, да? Если мячик чуть спущен и если набивать мячик от пол, да, он так слабо подпрыгивает, да? Если мячик жестко накачен, да? И жесткий пол, ну то есть там бетон или там, не знаю, асфальт, да? То есть он жестко и отскакивает, да? Если покрытие, допустим, в спортзале, он отскакивает с рейней, да? Вот точно так же в работе и в сочетании там пистолет и мышц, как мячик и покрытие Ну что, данную группу мышц мы расслабили Теперь мы олен будем сейчас переворачивать на спину И работать с грудными мышцами и с грудиноключичной социевидной мышцей Поехали? Давай еще вот этот глаз у тебя Да? Да Вот я же говорю, что я там прям плакала Если хочешь, ты выйди в шею только вот так вот, руками помогать Что ж такое? Это правда Ну как же ты отучиться от этого? Довел меня нас лучше Вообще Вот как можно? Как можно? Легко Вообще не сделать, да? Вот легко Теме богу, лицо красное Взялся только за шею И все Вообще Отпечатывать Пропечатывать Красотка 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 Без кроссовок А то Протестируем сейчас Грудинно-реберное с линейной Да? Посмотрим В каком состоянии Здесь не очень комфортно С этой стороны И И То же самое С этой стороны Ну вот здесь как-то поближе То есть Вот это вот состояние, да? То есть Где-то Где-то Вот Вот так вот, да? Постоянно Вот я даже, да Мне кажется вот так, что ли Я думаю Вот этот отрезок Мышцы Он все время находится Вот В таком положении И поэтому Здесь Испытуешь Неприятное ощущение Тоже избавляемся От этой привычки Сейчас будем Работать И перейдем на Грудинно-ключичную Сосцевидную мышцу Сначала Позволим Расслабиться Этим мышцам Вот, смотри Да Эта точка пошла Вот Некомфортно Некомфортно О! Тут прям вообще никак О! А вот тут Некомфортно 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 Ну что Потрясем Небольшую вибрацию Ладошки Вот так На бедрах Вот Чтобы Не-не-не Не фиксируйсь Вот так вот Чтобы руки просто снять это напряжение давай снимем вообще вот так да вообще снять и то и то чтобы они не были не мешались чтобы не тянули вниз ну за счет того что кожный покров раздражается за счет вот этих ежесекундных сокращений он же получается трет касается трет вызывает такое некое раздражение как почешушка такая почесаться потом это вот один из способов раздражения то есть если допустим я плотно встану да это будет вот так вот касание если я слегка будет кожный то есть там где близко расположены кости надкостницы да я касаюсь слегка там где больше как бы мышцы да я встаю на мышцы чуть сильнее чуть плотнее контакт там где мышечные условия гораздо меньше больше выживания кожи и похоже на жирового спорта да контакта чуть меньше проверяем ощущение поменялись ощущение комфортное меняемся расслабление идет не идет и тогда мы понимаем что тело просто на все расслабилось да алена соотношение мышц поменялось отлично продолжаем продолжаем голову не поднимаем переходим к грудино-ключичному сосцевинной мышцы основному нашему основной нашей мышцы большой крупный который участвует в процессе который реагирует на все эмоции которые пришли слушай это который вот за ухом крепится уходит у меня алена будет нашей модели на этом уроке вот смотри да если место крепления мышцы относительно грудина-ключичная пучка она здесь расслаблена начиная с верхней трети и в местах крепления к сосцевидным отросткам мышца очень сильно напряжена что может служить напряжением этой мышцы эмоциональное состояние постоянная сжатая челюсть когда человек злится сердится он начинает сжимать челюсти и активно подтягивать этот пучок кверху вступает процесс прежде чем туда мы пойдем будем расслаблять этот пучок мы постараемся найти источник в височно-челюстных суставах и в скуловых мышцах и мы видим да очень зажатую и плотную мышцу сначала мы расслабим этот участок что потом позволит нам работать с пучком с сосцевидным грудиноглистично сосцевидной мышцы чуть-чуть приоткрой рот чуть-чуть слегка ага вот она плотная слева прям совсем возможно как бы на левой стороне много нагружаешь много кушаешь ну жуешь на левой стороне а у меня сейчас на правой ну есть проблемы стоматологи работают поэтому нельзя восстанавливать поэтому тогда что-то дозировано да где-то посередине и часть там основной грубой пищи да перекладываешь на левую сторону ну основную переложила и вернулась на правой стороне тебе просто злая очень нет это у большинства людей у всех и никто к тому не исключение просто кто-то у кого-то это в большей степени да у кого-то это в меньшей степени но все люди этому подвержены и у всех здесь здесь есть напряжение вот чувствую приоткрывая и ещё один момент открываем открываем ещё 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 накрываем Рот открываем просто широко. Открыли, закрыли, открыли, закрыли, еще открыли, закрыли, еще открыли, закрыли. Проверяем. 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 Не болит? Нет. Все, напряжение ушло. И встаем на пучок сосцевидный, на сосцевидный пучок, и он не болит. Чудеса? Душа? Да, в общем-то. Как так-то? Да, это всего лишь навсего какая-то краниальная метареконструкция. Слушай, а вот с возрастом кости меняют свое положение? Вот череп, я знаю, да? Ну, он не только с возрастом, он в течение жизни меняет свое положение, что кости черепа дышат, что есть первичный механизм дыхания, что кости двигаются, и если они максимально заходят одна кость за другую, не физиологично, да, то вступают другие проблемы. То есть меняется осевая нагрузка, и тебе этого будет достаточно. То есть кому-то надо для того, чтобы расслабить там какую-то точку, надо потереть мочки, да, кому-то там для того, чтобы взбодриться, надо потереть палец большой, да, и у каждого это состояние. Вот в твоем состоянии это вот это место, да, там у кого-то другого, это другое место. Я чувствую, что вот я утром делаю, что мне легче, но я реально, правда, я не знаю, как вот с этой вот вашей стороны ступить. Вот смотри, вот все как ты делала, так и делай. Уроки мы потом заснимем, я расскажу, как. Но сейчас ты увидела причину, да? Да. Но если там все нормально, ты встала руками, потрогала себя, и ты понимаешь, что там нет никакого напряжения, не надо его трогать, дополнительно не нужно это раздражать. Просто какое-то общее крепляющее. Но помним, первое, значит, обращаем внимание на челюсть, обращаем внимание на грудильную, ключично-социевидную мышцу, убираем вредную привычку телефон-подуха, и ищем хорошую подушку. Высота твоего плеча, она должна заполнять пространство. Вот три аспекта, если ты будешь это делать, там через какой-то промежуток времени встретимся, и ты увидишь, что и как изменилось, и дашь мне обратную связь. И вы проэкспериментируйте, пожалуйста, по поводу своей подушки, вредных привычек, телефон-подуха и то положение, в котором находится ваше тело. Мы проделали процедуру Алене. Алена, как ты себя чувствуешь? Счастливая, довольная. Счастливая, довольная, ничего не болит. Сейчас немножко потестируемся. Были проблемы с поворотами, с наклонами, были болезненные ощущения, и был состояние гипертонуса. Ален, повернись, пожалуйста, спиной. Смотрим, да? То есть углы лопаточки стоят одинаково. Мышцы, которые были в тонусе, она расслабилась. То есть процедура оказала эффект. Сейчас смотрим по амплитудности движений в шейном отделе. Что делаем? Садись перед камерой прям. Давай так вот. Убрать? Не-не-не. Поворачивайся в эту сторону. Медленно. Еще-еще-еще. Касается. Поворачивайся медленно в эту сторону. Касается. Не болит? Нет. Наклоняем голову в эту сторону. Не болит? Нет. Наклоняем в эту сторону. Не болит? Нет. Наклоняемся вперед. Все комфортно. И запрокидываемся назад. Все комфортно? Да. Нигде не тянет? Нет. Ничего не болит? Отлично. Супер. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.